Здравствуйте, Валерий Кузнецович, письмо от Кузнецова. Посылку получил, все в наличии. Большое спасибо. Почта удивляет. Четыре неполных дня до Нижегородской области. Это не почта удивляет, это я удивляю. Я доплачиваю, чтобы не портилось дороги. Место простой, ускоренное. Место простой, первый класс. Где, как? Вот. Посмотрел ваши фильмы про струкцирование семян и косточек. Посадку. Возникли вопросы. Если я не угадаю по срокам сертификации, вылезут корешки раньше времени. Неделя на две-три я их посажу в торфяной горшочке. Обрезанные бутылки с горлышком. Поставлю на подоконник. Выртит абрикос. 29. Чем это плохо? Не приживется при посадке в саду. Был неудача и опыт сертифицирования семян и яблони, груши. Больше месяца росли на подоконнике. Посадил питомник. Все живы, здоровы, растут. Так ведь удобнее будет. Условия лучше на подоконнике нет. Большая птица, кошка, собака. Как их делал лучше хранить? Кошки до сертифицирования. На втором вопросе он легкий. Маленькие стеклянные басочки, пузыречки из-под лекарств. Совсем маленькие, бронезные, вот такие вот. И сухие семена. Крышечку закрыл плотно. В холодильник на полку поставил и забыл. До сертификации. Дальше. Вот это сложнее. Мой опыт выращивания на подоконнике, я провел грандиозный опыт. Штук стопора. Я занял полквартиры, да, штук стопора растил в горшках. Нет, не так. Они порастали не в горшках. А тогда я еще не знал. И на сертификацию я закладывал где-то перед зимой самое. И у меня в середине зимы начинали всходить. Это я потом поумнел и вам говорю. Слева где-нибудь в январе, а абрикосы где-нибудь в феврале. Вот. А тут-то как? Сходят, а я их в горшочки и подоконники все занял. Встал и передвинул подоконник. Все заставил. Вот. Растут, растали до такой высоты. А я еще удался даже привить. Прививались. Потом все это высадил. Сотни, двех, может, две с половиной. Они все у меня умерли. Некоторые стояли, стояли. Но я понимаю, как. Тепло. Стояли некоторые с февраля, некоторые с марта. И вот, получается. И вдруг высаживаю где-то, что-то не в мае. Когда уж совсем тепло. Большая часть сразу погибло. А остальные стоят, не растут, стоят. У них фазы не совпали, как я понял. Вот. У вас результат лучше. Но мой результат касался слив и абрикосов. А у вас, я обратил внимание, яблонь и груши. Совершенно разные вещи. Ну, я все знать не могу. И все испытать не могу. Допустим, я яблонь и груши на подоконнике не поращил. А у вас хороший результат. Можно ли считать его за истину? Я бы не стал. Например, семена яблонь и груши, как ваши бы. Я бы обратно запихнул в холодильник или в поле. Поросли, я их по горшочкам и опять в холод. Пусть дремлют до высадки. Мне было бы так спокойно. Даже сейчас вы меня не увидели. Абрикосы слева после моего масштабного опыта. Я вообще, тем более, не стал бы рисковать. То есть, росли, посадил и в холод. Но, я же вам не начальник. Вы можете попробовать еще раз повторить опыт. На этот раз уже с косточками. А потом расскажете нам.